Кровопролитные столкновения палестинцев с израильскими военными на границе Израиля и сектора газа продолжаются. Идет так называемый марш возвращения. Арабы требуют вернуть беженцев в места, где они жили до образования еврейского государства. Подробности у Сергея Услендера. Граница с газой напоминает действующий вулкан. Это съемки с беспилотника. Огромные клубы дыма застилают солнце. Демонстранты жгут тысячи колес, им подвозят все новые. Это так называемый марш, который проводят палестинцы, требуя возвращения арабских беженцев в Израиль. Израильтяне к такому развитию событий подготовились заранее. На границе инженерные части воздвигли огромный вал, на котором заняли позиции снайперы. У военных категорический приказ не допустить прорыва границы. При малейшей попытке приблизиться к забору или проломить его, солдаты открывают огонь на поражение. Убитых уже десятки, раненых сотни. Я думаю, что другая сторона также понимает, что продолжать не стоит. И я предупреждаю их о недопустимости провокации. Мы установили четкие правила игры, и мы не намерены их менять. Каждый, кто приближается к забору, рискует жизнью. И я советую гражданам Газы посвятить свои усилия не протестам против Израиля, а изменению политики руководства сектора. Границы сектора стянуты усиленные армейские части с бронетехникой и артиллерией. Но до применения тяжелого оружия пока дело не дошло. Руководство сектора обвиняет Иерусалим в беспричинных убийствах палестинцев и призывает мировое сообщество вмешаться. Мы самым решительным образом осуждаем убийства палестинцев, выступающих за их права. Мы вновь повторяем призыв о необходимости проведения независимого и прозрачного расследования этих инцидентов. Мы также подтверждаем важность обеспечения международной защиты для палестинцев. Многие эксперты полагают, что этими протестами палестинцы пытаются вернуть внимание к своему конфликту с Израилем, которая в последнее время изрядно ослабела. Протесты, по словам их организаторов, продолжатся минимум до 15 мая. Эту дату арабы считают днем своей национальной катастрофы, потому что накануне, 14 мая, было основано государство Израиль. Поэтому еще целый месяц войска Южного военного округа будут находиться в состоянии повышенной боевой готовности. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер.